Доброго времени суток! Друзья, данная магическая диагностика, то есть диагностика магического негатива для Татьяны. Я также спешу всем напомнить, что сейчас идет проработка колоды Романтическая Таро. Вы можете заказать однократно расклад на льготных условиях по этой колоде. Колода интересная, есть несколько оракульных арканов, которые проигрываются не так, как в классическом Таро Уэйта, прежде всего, которым я руководствуюсь, вернее, толкованиями, на которые я руководствуюсь. Но в любом случае могу сказать, что колода интересная, колода красивая, с ней работать приятно. Ну а сейчас, что касается диагностики магического негатива. Татьяна, смотрите, я вам сразу покажу, чтобы не было потом разговоров. Я часто показываю колоду, что все позитивные и негативные карты находятся здесь. Здесь это все 22 мажорных аркана, которые здесь на месте у нас. Среди них и отрицательные, и положительные. То есть все мы имеем место. Мы смотрим на вас сейчас. Есть ли на вас магический негатив? То есть именно магия, которая мешает вам полноценно жить. И если эта магия есть в вашей жизни, то на какие сферы вашей жизни она действительно здесь нацелена? То есть в какие сферы жизни она влазит и мешает вам ощущать себя благополучно, благоприятно и полноценно? Ну и, конечно, мы кладем сразу же карты пояснения по поводу того, что нам несет вот эта информация по магическому негативу. Сразу мы смотрим сферы, на которые влияет. То есть что означать будет собою каждая карта? И от чего пришел негатив соответственно? И насколько серьезно сейчас может влиять на вас и на определенные сферы действительно вашей жизни? Если негатив присутствует. Если негатив отсутствует, то мы просто посмотрим проблемы, которые могут быть по данному раскладу. Ну и, конечно, пути их решения. Сейчас мы открываем основной ряд, в котором мы будем смотреть наличие или отсутствие магического негатива. Ну и вот здесь та самая ситуация, когда магического негатива на вас нет. Я вас поздравляю. Я каждый раз говорю, что когда выпадают хорошие карты, очень трудно о чем-то очень долго и с умным видом разговаривать. Просто мы видим, что этой магии, о которой вам там рассказывают, скажем так, долго, усердно и с песней нет. Например, у вас есть некое состояние перемен, которое касается ваших чувств. То есть вот эта карта, карта смерти, она вообще не является негативной в колоде. И когда просто, видя ее люди в обычных бытовых раскладах, говорят, да не, ну это смерть, все, кто-то умрет, но это глупости. Мы можем сразу сказать, что эта карта обуславливает перемены в вашей жизни. Она может говорить о рабочем коллективе. Мы можем говорить, что на работе грядут действительно для вас перемены. Это будет некая игра действительно с некими перестановками. То есть будет некое уравнение, которое будет решаться и вполне возможно будет бить по вашим чувствам. Повлияет на них. А сейчас мы уточним, позитивно или негативно повлияет это на ваши ощущения. Вот сейчас это мы и узнаем. Но здесь мы видим, что в принципе для вас это пройдет практически гладко и умеренно. То есть повлияет, но не настолько сильно, чтобы каким-то образом вам убиваться, впадать в трагедию и просто, знаете, как пребывать в расстроенном душевном состоянии. Что касается развития и прибыли, прихода денег в вашу жизнь. То здесь есть спорные моменты и возможность обмана. То есть вас могут действительно обмануть в тех моментах, которые касаются материальной сферы. Но этот обман будет несерьезным и он никак не будет связан с магией и какими-то такими страшными ситуациями, когда на вас навели порчу. Я вам более того скажу. Во всем раскладе, а у нас уже в этом раскладе получается 16, 17, 18, почти два десятка карт. Из них ни одна не отвечает за магический негатив. Если негатив есть, такого просто не бывает. Так что, что касается некоторых вещей, которые вам кто-то где-то пишет. Ну, конечно, ваше право верить или нет. Но я вам уже рекомендовала посмотреть одно видео. Я присылала вам на него ссылку. И очень рекомендую все-таки от начала до конца посмотреть и понять, что там говорится, о чем идет речь. Следующий вопрос. Что может происходить в вашей жизни по дурости и если вы немножечко легче будете относиться к ситуации. То есть в вашем случае, наоборот, все может налаживаться. Вы можете находить с людьми общий язык. И ваше солнце, ваше благополучие заключается именно в окружающих вас людях, с которыми вы. Вот карта перемен ложится второй раз у нас уже. С которыми вы должны выстраивать отношения по-новому. Посмотрите, как вы это делаете сейчас и поймите, какие нужны изменения. Что касается личной жизни, любовных треугольников, мужчин, которые приходят и уходят, а кушать хочется всегда. Здесь можно сказать, что да, мы видим в прошлом расставания. Мы видим достаточно конфликтные отношения. Мы видим, что они разрублены. Но также мы видим, что у вас нет никакого венца безбрачия. У вас нет магических таких препятствий и перекрытия дорог, которые мешали бы вам двигаться вперед и мешали бы вам стать любимым для кого-то человеком, любимой женщиной. Потому что для вас карта влюбленности и карта путей вперед абсолютно не перекрыта. Другое дело, что возможно, конечно, вы очень эмоционально воспринимаете перемены, которые есть вокруг вас. И для вашего успокоения можно ставить защиту для того, чтобы на вас не влиял негатив окружающих, который вы воспринимаете достаточно серьезно и тяжело. Вот и все. Но это, опять же, не в обязаловку. Это не запугивание. И с вами ничего ужасного и страшного не случится. И просто нет никаких причин выбрасываться прямо из окна, скажем так, и переживать. Потому что, ну, все поправимо. Главное, скорректировать свое отношение к ситуации с помощью магии, либо без помощи магии. Но в любом случае взглянуть на эту ситуацию под другим углом. Измениться, изменить отношение. Немножечко проще относиться к ситуации. И тогда, в принципе, все имеет достаточно весомые шансы наладиться. Но я вам могу сказать, что причиной ваших неприятностей на сегодняшний день не является магическое вмешательство. Потому что ложатся карты у нас, которые полностью отвечают за отсутствие магии. То есть они даже не дают намеков на то, что кем-то что-то где-то сделано. Здесь карты даже не говорят о том, что вас просто случайно мимоходом сглазили. Даже такой информации на эту тему карты нам абсолютно не выдают. То есть все арканы чистые. Вот у нас дьявол остался, и маг у нас остался, и жрица, и ярофанты, и все остальное, что только может отвечать за любую магическую гадость, которая может прийти в жизнь человека. Все оно осталось внутри колоды, на которой мы выкладывали. Поэтому никакого магического негатива на вас нет. Но если вам будет легче и, скажем так, действительно морально спокойнее, то я могу сказать, что вам даже без чистки, вам не нужна чистка. Вам не нужно снятие негатива, потому что этого негатива нет. Но если вы чувствуете потребность защититься и иметь какую-то броню против того, что может к вам прилипнуть, то можно прямо вот так на голое тело, скажем так, сейчас ставить защиту. Вот и все. Больше вам делать ничего абсолютно не надо. И защита это только по вашему субъективному восприятию. Если вы ее считаете нужной, если вы ее хотите, то можно ее делать. Но чистки вам не нужны, снятие порчи вам не нужно, потому что ее у вас просто нет. А я желаю вам благополучия, душевного спокойствия, комфорта. И до новых встреч. Всего доброго.